Дорогие братья и сёстры, скажем, слава нашему Богу! До сего места помог нам Господь! Вы знаете, когда братья звонят и говорят, в твоё время проповедовать, в твою очередь, всё время думаешь о чём. Можно подготовить научную проповедь. Есть, в интернете скачал, как многие, просмотрел, места отметил, заучил. Но самая лучшая проповедь для той, которую ты прожил. Вот на этой неделе у меня были определённые события, те, которые я прожил. Потом Бог открыл места Писания, которые соответствуют этому. Я перечитал и просто удивился, как жизненно, в данном случае, эта книга пророка Ионы. Сейчас, секундочку, где же ты? А, всё, есть. Пророка Ионы. И посмотрел, как жизненно. Я взял, полностью эту книгу перепечатал и отправил письма руководителям разных предприятий, только дал преамбулу. Представьте, Иона появился сегодня. И пришёл на ваши предприятия. Как вы его характеризуете? Сплетник, склочник, всё что угодно. И дай бедному его не прожить. Ну, я сделал такую преамбулу. В 2007 году я перешёл сюда в Киев, главным инженером большой группы предприятий. Группы предприятий вроде всё нормально. Как только пошли определённые проекты, Бог давал мудрость и как сделать их лучше, заметил, что мне что-то тяжеловато. В 2008 году проезжаем мимо одного города, получил звонок от брата, и он говорит, у нас сосуд, заедь, если ты хочешь получить откровение. Я разворачиваюсь, там надо было километров 20 лишних проехать, приезжаю, опоздал. Никто не знал мои проблемы, о том, что какие-то сложности на работе. И вот часто бывает, когда проповедуете, у кого-то дома хлеба нету, а тут у тебя какие-то проблемы в взаимоотношениях. Ну, как этим делиться? Да, я встал на колени, с краешку начал молиться, перешёл на иные языка, никто не знал мои проблемы. И сосуд подошла, подошёл и говорит, сын мой, все проблемы на работе у тебя от меня. Я тебя благословил всем. Если я ещё устрою этот момент, вижу сердце твоё, ты отойдёшь. Вы знаете, сперва страх сошёл, потом радость. Господи, но если ты позволяешь, ты же и решаешь. Ведь моя задача приближаться к тебе. Слава Богу. И вот я когда перешёл сюда на работу, первый день рождения моё, а у них принято, на день рождения надо выставлять спиртное, в рабочее время, с часу дня, начинается в офисе, в центральном офисе начинается выпивание, поздравление, выпивание, поздравление. И я молюсь, Господи, а что ж мне делать? Да. Иду в магазин, покупаю торт большой, чай покупаю, поставил чай, заварил, кофе поставил, торт, шеф выходит и говорит, это что, всё? Я говорю, да, я верующий человек. Зачем нам такой верующий? Мы праздновать хотим, это же день рождения. Я говорю, есть проблема. Смотрите, я знаю, что алкоголь убивает мозг. У нас нет запрета на алкоголь, нам просто не рекомендуется, потому что, когда человек выпивает, он становится другим человеком. И вот эти поступки, когда он выпил, уже являются грехом, не сам алкоголь. Если я знаю, что это убивает мозг, да, представьте, с какой совесть я буду вам наливать, чтобы у вас убивался мозг. Он хлопнул дверью, всё. Через где-то месяц его личный водитель подошёл ко мне, говорит, берегись. Он заклялся, что ты будешь уволен. Это 2007 год ещё, он заклялся. Я ему говорю, ну, дело другого рода, я человек верующий. Меня когда-то с одного предприятия уволили, и приехал человек, и говорит, а я построил этот завод, мне казалось, вот я столько заслуженный, всё. А в один момент вызвали, сказали, должен уволиться. И через время акционер этого предприятия полез в петлю, его там спасали. Да, вот дошло предприятие. А потом через время вызвал меня, нашёл, извинялся и сказал, тебя оклеветали, а ты даже не оправдывался. Я говорю, а что оправдываться? Вызвали, сказали, должен уволиться. Единственное, вам признаюсь честно, что в этот день я пошёл к пастырю, говорю, слушай, трудно, чувствую, запутают, к чему-то ведут. А мы же так сразу, сперва запутают, там стараются как-то что-то, чтобы ты попался на чём-то, что так надо же причину найти, почему увольнять, если причины нет. Мы встали на колени и молились, и он говорит, иди, будет устроено. Я дохожу до ворот, там пастырь жил метров 400 от завода. Я вышел через проход, ну и пошёл, чувствую, что-то не то. Я вернулся из большой командировки, привёз мешок документации на новую оборону, и казалось, мы сейчас двинемся дальше, я опять заслуженный здесь. Да, оказывается, всё наоборот как-то. Да, и помолились с ним, и чувствую, сошёл Дух Святой, чувствовал присутствие Духа Святого. Дохожу до ворот, звонок по телефону. Говорят, вы такой-то, я говорю, я такой-то, мы вас ищем. Да, я говорю, ну приезжайте к проходной, поговорим. Они говорят, слушайте, мы тут хотим предприятие открыть, мы ищем человека, нам характеризовали, что в этом городе вот вы самый такой, который нам может помочь решить проблему. Много оплатить не можем, и называют зарплату в два раза больше, чем у меня тут есть. Я опять захожу на проходную, наконец меня вызывают, и говорят, знаешь, сложно с тобой работать. Вот мы решили, ну не мы, акционеры решили, акционеры решили, что ты должен уйти. Ну говорю, решили, так решили. Пошел, написал заявление, смотрю, они удивлены. Протерзал руку, говорю, спасибо за то время, что мы отработали, спасибо за то время, все. Передайте акционерам то же самое, что я очень благодарен. И ушел. И вот через время вот эти события происходят, сюда вернулся, смотрю, что это опять начинается то же самое. Да, и вот это, получая откровение от сосуда, что сын мой, вижу сердце твое. Если во всем благословлю, отойдешь, друзья. Поэтому, если у кого где получается на работе, загляните в свое сердце. Может мы не совсем привязались к Богу в этаке события. А по поводу последней ситуации, которая была на этой неделе, на этой неделе, я поехал на монтаж в Кишинево, я вам говорю, вроде так успешно монтаж, мало того, мне казалось, я своей мудростью предложил всего, так хорошо получилось, нашел там, где слабое место, все, все, приехал, отчитался, доволен. Иду в понедельник на работу, смска от старца одного приходит. «Сын мой, иди, я устрою путь твой». Думаю, какой иди, нечем заняться, рано утром, прочее. Ну, бывает такое людям, блажь, да? Ну, каждый по-своему, я тут кругом защищен, у меня все устроилось. Пришел на работу, все нормально, все отлично. После обеда генеральный заходит, тот, который заклялся, и подмигает. «А ну давай, сходим к акционеру, они над нами». Я говорю, «Ну давай, беру тетрадочку, думаю, может все придется записать, что да, сейчас задача какая-то будет поставлена, а потом поднимаемся, третий этаж, я говорю, а на куте будем обсуждать? Узнаешь». Ну, самого слова достаточно. Да, поднимаемся наверх, поднимаемся наверх, открываем двери, акционер берет лист бумаги и говорит, что тебя не устраивает на нашей работе? Я говорю, все устраивает, я доволен. Сейчас вот эти проекты пошли, сейчас вот следующий проект, очень хороший, Бог дал мудрость и придумал, что он пойдет. Он, Борис, ты сказал, что он там на что-то жалуется. Да, но тот, который заклялся, что меня уволит, сперва доведет до нищеты, туда-сюда, он говорит, он сказал, что у нас есть трудности. Я говорю, конечно, есть трудности. Появились конкуренты, сложная, тяжелая обстановка. В Кишиневе акционеры этого предприятия спросили, говорят, да, действительно, непростая обстановка, но если мы сгруппируемся, поборем свои недостатки, свои грехи избавимся, то Господь нас выведет. Он не один раз выводил. Но прежде надо избавиться от недостатков. Видишь, Он сказал про недостатки. Он нас судит. Да, акционер говорит, ну хорошо, какие недостатки? Я говорю, мало проводится совещание. Да, вот эти пьянки в рабочее время, они действительно нас убивают, мне не нравится это. Да, это мне не нравится. Теперь, нововведение, очень тяжело проходят. Тяжело проходят. Это тоже мне не нравится. Но вместе с ним я совсем смирился, я же работаю. Акционер говорит, ну а вот она пожаловалась. Да, она сказала и то, и то еще. Борис Игорьевич, она с другого начала. Да. И Бог дает какую-то силу, вот я чувствую. Она спросила, почему у нас грузовой транспорт закупается в два раза дороже, чем он реально стоит на рынке. Она реально торгует транспортом грузовым. Акционер поворачивается и говорит, а кстати, Борис, почему? Я смотрю, он перепугался, привел меня с одним, с какими-то склоками. А я не знаю, что она вырвалась, вспомнился этот кусок, именно вот этот кусок. Оказалось, что слабое место этого генерального директора, действительно, он на этом заработал и спрятал. Да. И говорю, вот это она у меня спросила. Я ей сказал, я не знаю. Мне довели цифру, я ее там в табличку вложил, в табличку вложил. И не заморачивайся, не думай, брал ли там кто денег, не брал ли кто денег. Акционер говорит, Сергей, ты хочешь со мной работать? Да. Ты иди, а ты, Борис, объяснись, почему транспорт дороже покупается. На. Я пришел, коллеги все собрались, говорит, ну что? Я говорю, да все нормально, вроде пожали друг другу руку. В конце акционер спросил, Сергей, ну после выяснения всех отношений, как ты будешь работать с генералом? Говорю, очень просто. Как до этого работал? Если сейчас даже заглянет и скажет, сделай мне кофе или чай вместо секретарши, я пойду сделаю. На столе обнаружится пыль, протру. Да, как до этого и дело. Это же не первый конфликт. Да, я как верующий человек, я свободно решаю. Ну и спускаюсь, вдруг Бог дает откровение, книгу Ионы, я ее перепечатал, разослал. Ну, первую часть вы знаете, где Господь проговорил ему. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину. Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать. То есть, поймите правильно, вот такой момент. Приходит человек и говорит, что недостатки. Я когда собрал всех своих друзей, коллег на предприятии, прочитал книгу Ионы, разослал, и говорю, тебе представьте, пришел человек, это же наверняка ему камни в спину бросали. Это же наверняка за ним гонялись. Но как человек ворует, ты приходишь и говоришь, там, из-за твоих грехов, там, ты воруешь, да? Люди же не просто так говорят, а видать, и драться к нему лезли. Я говорю, представляете, он огородами, наверное, прыгал, через заборы прыгал, бегал по этой Неневии. Иона не слушает Бога, Иона убегает в Фарсис, по дороге, вы знаете, происшествие, его бросают в воду, кит проглотил, Иона в чреве кита взывает к Богу, и помолился его на Господу, Богу Своему и Чрево Китай, и сказал, Господу возвал я в скорби моей. В итоге, кит его выбрасывает на берег, и было слово Господне к Ионе вторично, это уже, встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе. И встал Иона, и пошел в Неневию, по слову Господню. Неневия же была, город великий у Бога, на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно было пройти в один день, и проповедовал, говорил, еще сорок дней, Неневия будет разрушена. Да, а до этого Господь ему сказал, проповедую в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Это Иона проповедовал им о их злодеяниях, и говорил, что через сорок дней будет разрушена. Но тут другой момент, реакция самих неневитян. И поверили неневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Неневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел прогласить, и сказать Неневии от имени царя и вельмошего, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели. И дальше публикуется, что было, и увидел Бог дела их, что они обратились от злых путей своего, и пожалел Бог о бедстве, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. И вот я проповедовал у себя на предприятии, и говорю, смотрите, да, перед нами сейчас большой вызов, в этом году мы не знаем, до конца предприятие года доживет или нет, потому что появились мощные и сильные конкуренты. Если вы поступите, как здесь написано, то десятый пункт для вас, и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедстве, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. А теперь говорю, смотрите, как мне трудно среди вас. Я же среди вас, как и он. Вы все пьете, вы все с чем-то занимаетесь. Ну, я знаю об этом, потому что, ну, трудно скрыть там. Вы понимаете, левые деньги, правые, внутренний бизнес встраивается, таким образом вытягивается из предприятия деньги. И вы же действительно мне все возненавидели, а не раз опустили головы. Да, друзья, ну, поймите правильно, тут либо вы откажетесь каждый от своего, и предприятие выживает, и коллектив идет дальше, либо рухнет все. И уже к этому подошло. Пришел домой, чувство тревоги еще было, открыл Библию на том месте, которым положено мне было читать. Я думаю, вы так поступаете, что по очереди глава за главой, глава за главой, и вдруг читаю себе ответ из Библии. Я потом его набрал на телефон и разослал всем братьям, верующим и неверующим, просылал. И открылась мне 22 глава, 2 царство. И открылись источники моря, обнажили 16 ниже, основание вселенной, от грозного глаза Господа, от дуновения духа гнева Его. Простер он руку с высоты и взял меня, и излег меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня, и вывел меня на пространное место, и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих, вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым перед Богом моим. И вот ниже опускаем. Это, поверьте мне, я многим неверующим это послал, на предприятии, которые знали это событие. На. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей перед очами его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Слава Богу, дорогие братья и сестры. И потом через время я дочитал, и понял, что еще пару абзацев надо разослать, и разослал. 47 и ниже. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего. Бог, псящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня ты возвысил меня, от человека жесткого ты избавил меня. Зато я буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему. Слава Богу, дорогие друзья, для нас всех есть Господь. И если кто-где переживает притеснение, знайте это слово для вас. Помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!